Так, ну что, ребят, всем привет, ролик по поводу EPLI. Эксперт у нас отрицает покупку XRP на основании инсайдерской информации. Ну и юрист, выступающий за XRP, Джон Дидон, говорит, что его решение купить больше XRP после того, как на Ripple подали в суд в декабре 2020 года не было основано на инсайдерской информации. Ну, естественно, что он еще скажет, что типа, ребят, у меня был инсайт, и я поэтому купил, да, когда произошло падение. Ну, кто в этом признается, ребят? Ну, это, я не знаю, настолько смешно просто выглядит. И действительно, люди, наверное, такие думают, ну вот же он сказал, он же врать не будет и так далее. Вот, ну и по сути говорит, что, хотя Ripple в настоящее время одерживает последовательные победы над всех, ну, в рекламной кампании, я бы сказал бы, видишь, что иски против руководителей отозваны, отмечают, что такой результат оказался не таким, как многие ожидали. Ну, потому что роста-то нету, естественно, все считают XRP скам, а вот как только цена поднимется, то это уже не скам. Помните, многие говорили, и доги, и шиба скам, но как только дали они там тысячи, десятки тысяч иксов, то, соответственно, сразу же скамом это быть перестало, и все, надо покупать, надо покупать. Вот, и нисколько, говорит у нас Джон Дитон, никакой инсайдерской информации не было. Ну да, верим на слово, снимаем лапшу с ушей, и все было публично. Многие более опытные юристы по ценным бумагам заявили, что этого не произошло, и XRP выучитаться ценной бумагой. Ну, и на самом деле, юристы по ценным бумагам утверждали, что это не будет очевидной победой, однако Дитон выступил против большинства, потому что знал, что Apple и армия XRP победят. Ну, и это не инсайт ни разу, да, там и так далее. Верим, да. Цена XRP на 55% ниже по сравнению с биткоинами, XRP застрял ниже 65 центовый, а биткоин поднялся выше 401 тысячи. Ну, и по сути, вот у нас последнее десятилетие упал на, получается, целых 55% с декабря 2013 года на фоне устойчивой отсталости. Не знаю, почему тут вообще 13-й год, и упал, получается, по отношению к биткоину. А, пара XRP-BTC, судя по всему, имеется в виду. Ну, давайте откроем. И, соответственно, у нас вот на том же Binance, как мы наблюдаем на донных значениях еще к биткоину, но в целом, если кто считает нужным, то, в принципе, к Сатошам, сколько это будет заработок, да? Но я считаю, к доллару все равно заработок будет больше. Если посмотреть, вот у нас пиковые значения, какие будут, ну, это будет 15XO, условно говоря, если мы сюда все-таки сходим. Это примерно, ну, вот эти отметки, там, 21-го года, ну, 17-го, вернее, 21-го, тут особо, кстати, мы и не ходили. Вот, если посмотреть по XRP, если он сходит на те же, там, 6 долларов, ну, это будет 10XO, а 15XO, это надо долларов, ну, 20, я так, да? На текущем этапе, видимо, идет бритье у нас, лонгов, в принципе, как по всем монетам, так и в том числе по XRP. Я более чем уверен, давайте откроем, да, вот вчера было бритье, в том числе, давайте глянем по Stellar, и, соответственно, тоже было вчера бритье по нему. Ну, и, как мы видим, в обе стороны чисто свозили, давайте посмотрим по XLM, что у нас происходит. Ну, пока отоптание на одном месте, то есть, какого-то знакового и лютого снижения не произошло, хотя доминация, как минимум, падает, то есть, капитал крупный может быть сейчас и, ну, отчасти выводит свои средства, но, может быть, доминация падает, потому что они, может, на сбирж выводят, на другие кошельки, вот и все. Вот, ну, и, по сути, возможная причина, типа того, что вот у нас Apple сбрасывала избыточную прибыль BTC на инвесторов, ну, и, по сути, потом, как мы видим, естественно, суд в этом году, ну, не отставал во время бычьего роста 25-го года, ну, о чем я говорил, что до 2 баксов он подрастал, и вот этот весь бред, и, кстати, я опубликовал пост у себя в телеграм-канале. Ну, вот, что я хотел показать, вот какой пост, кто, может, захочет перечитать, зайдите в телеграм-канал, подпишитесь, и вот некоторые гуру лоббируют тему по поводу скама XRP, что это, там, бесполезная монета, никаких партнерских типа нету и так далее, роста не будет и т.д., 6 лет он ничего не показывает, а тут вдруг всем дадут заработать. Ну, ребят, кто из вас, вот просто перечислите мне, кто сидит в XRP уже 6 лет? Ну, то есть, я в XRP сижу там, начиная с 20-го года и не жалею абсолютно, то есть, это 3 года. Ну, кто из вас даже просидел 3 года? Я не пытаюсь там надменно что-то высказаться, но просто, действительно, вот эти высказывания псевдогуру, хомяков, которые там рассказывают, что, вот, соответственно, XRP там 6 лет стоит, и вот эти холдеры, которые были засажены, они потом, типа, им дадут заработать, им ничего не дадут, и по итогу роста не будет. Да кто там сидит, ребята? Ну, те, кто, ну, как бы, знают, как работает рынок, они прекрасно все понимают. Эти блогеры просто не догоняют нихера и, как бы, строят из себя умников. По факту, как мы понимаем, что, естественно, когда придет рост, многие будут фиксироваться за копейки. По доллару, по 2, по 3, там, и так далее. Это тоже хороший профит, но, может, XRP сходите на перехай, и тогда большинство тех, кто фиксанулись раньше времени, будут заходить уже на фома, на жадности, на хая. Снова и снова будут засажены, как они были засажены в 17-м году и в 21-м. Вот и все. Поэтому ничего не поменяется, будет все точно так же. Вот и все. И поэтому, кто там все заработают? Ну, кто все, блядь? Вы что? Ну, все заработали на битке, все заработали на эфире, там, все заработают на XRP. Да никто не заработает, ребята. Заработает там 1% людей, ни более, ни менее. Из холдеров, главные холдеры – это киты, то есть фонды там и так далее. Вот. И о чем я говорю, что аргументы в пользу роста. Первый аргумент – дождитесь был рано. Вот бычьего рынка, да, идеально. Ну, когда будет уже альцезон полноценный, да, перелив доминации биткоина в альты. А в идеале его пика в 25-м году осенью. И посмотрите на его цену и результат, который вы получите, если бы вы инвестировали в данный проект, либо сейчас инвестируете. Ну, то есть похолодить еще 2 годика надо. Второе. XRP уже 10 лет находится в топ-5 CoinMarketCap. А скам ли это после такого? Вот у нас имеется снэпшот, то есть скриншот того, как у нас выглядел CoinMarketCap 13 сентября 2013 года. Буквально там 10 лет назад, считаем. Ну, 10 лет и 4, получается, ну и 3 месяца. То есть практически там 10,5 лет. И вот у нас XRP на третьем месте. Я напоминаю, стоил он тогда 0,006 цента. Биткоин стоил 135 баксов, эфир там 2,7... Ой, Litecoin. Litecoin тогда еще был. Видите, я перепутал. Вот, эфира тогда еще не было. Эфир появился в 2015 году. То есть у нас был Litecoin, 3 бакса тогда стоил, чтобы вы понимали. Вот, соответственно, уже 2015 год. Соответственно, XRP все равно на втором месте. Litecoin на третьем, эфир на четвертом. И стоит он 1,3 доллара. Офигеть, да. И там Dash, тот же самый, Dogecoin и так далее. Ну, Bitchex, Monero. Ну, и многие, естественно, щитки, которые пропадали и соскамились. Но, в целом, как минимум, какие-то криптовалюты. Кстати, WorldCoin, как мы видим, был еще тогда. Самое интересное. Вот, не знаю, может это какой-то другой WorldCoin. Но, по сути, его возродили. Вот, самое забавное. Ну, а многие тогда в него не верили. Вот, тизер тот же самый уже там лет 8 существует. Хотя его постоянно скамят. Ну, то есть, это говорит о том, что XRP, ну, не может быть скамом априори. Понимаете? Вот, поэтому, ну и, в принципе, что же у нас здесь виднеется? 10 лет находится, скам ли это после такого? Я думаю, очевиден ответ. Третий, некоторые говорят, что XRP не растет с 2017 года. Но XRP рос, несмотря на суд, в кавычках, да, в скобочках, рекламную кампанию в 2020-2021 году. С 10 центов до 2 долларов. Если это для вас не X, ребят, ну, как бы, тогда у вас какие-то проблемы с восприятием реальности, если честно. Вот, поэтому, если посмотреть, вот у нас был 20-й год, и, соответственно, сколько мы тут показали? 12 иксов, вот, как я написал, так и было. Но даже если вы покупали вот здесь там по 30 центов, вы могли там свои 5-6 иксов все равно забрать. Понимаете? То есть, с 30 центов до 1,8 доллара 6 иксов спокойно. Вообще, запросто. Если вы брали там по 20 центов, это как раз-таки ваши 10 иксов вы забрали. Поэтому роста нету, да, то есть на фоне суда, вот, в декабре начался суд. И после вот этого типа суда у нас еще XRP показывает отсюда с 30 центов, даже с 20 он показал почти там, ну, около там, ну, давайте в среднем возьмем, пускай даже 5 иксов. Хорошо, это не профит, да, это не считается. Вот, а что тогда профит, я не знаю, 100 иксов, по-вашему? Вот, поэтому, естественно, нужно понимать, что монета, чем более тяжелая становится, тем сложнее ее разогнать. И, естественно, ну, как бы мелкокапы проще разгоняются. И проще разгоняются не потому, что там капитализация маленькая, это тоже имеет значение, но по большому счету суть не в этом. А в том, что людей там нету и фонда особо, понимаете? И один какой-то кит может запампить монету вообще в легкую. И никакие другие киты цену тормозить не будут. В этом основная суть. А не в том, что типа, блядь, капитализация большая, и поэтому вот сложно цену гнать. Это все хуйня. Капитализация, это цена умноженная на количество монет в циркуляции, либо в обороте, да? Я думаю, понятно. Ну и по сути он дал с 10 центов 1,97, то есть 12 иксов от своего дна марта 2020 года. Если для вас это не профит, то уходите с рынка крипты, да? Четвертый аргумент. Это куча партнерств и развитие экосистемы цифровой валюты. Ну, то есть экосистемы компании Apple, да, цифровой валюты доллара, цифрового или же CBDC. В разных странах и континентах. Это у нас Северная и Южная Америка, Африка, Европа, страны СНГ, Азия, Австралия и весь мир перейдет на цифровой доллар. И можете в этом не сомневаться. И вспомните эти слова в 2025-2030 годах, когда уже все перейдет на цифру и налички не будет. Поэтому можете передать привет людям, которым там 50+, они могут поржать и сказать, что так как это так не будет. Ну, посмотрите. Вот, поэтому уже на это все идет. Пятое, 6 лет накопления и не делал перехай XRP специально, чтобы создать максимально скептическое отношение к нему. Сейчас все равно посыпется в комментах сверхразумы, которые будут говорить, ну, типа, окей, посмотрим, не будет XRP ваш расти, хорошо, зайдете на хаях, какие проблемы. То есть это, ну, самоуверенность людишек до тех пор, пока они не увидели результат, да. Как только он появляется, тогда они резко перебуваются и говорят, а еще не поздно купить? Ой, а я не успел, а можно ли сейчас это сделать? А как ты думаешь? Вот, и то же самое было в 2021 году. Я говорил, покупайте там от 30 до 60 центов, мне крутили виска, говорили, ой, загоняешь в камину XRP. А тут XRP поднялся почти до 2 долларов, сказали, ой, Сань, слушай, не успел зайти, можно ли сейчас это сделать? Понимаете, вот, ну и суть людишек, понимаете, абсолютно ни хера не меняется и ничего не изменится. Потому что люди как были ведомыми своими эмоциями, так они и останутся. То есть пока ничего не произошло, они умные, ну, как бы, как говорится, до дела. Вот, а когда все произошло, постфактум все такие же, ааа, надо было заходить, ну да, блин, зайду сейчас на хаях. Ну, потому что он на дне ж не заходится. Естественно, скептицизм свой включают и категоричность, да, ну а категоричность и скептицизм, естественно, это качество, которое губит людей, что в жизни, что в крипте, да. Вот, я думаю, понятно. Ну и, по сути, специально создали максимально скептическое отношение к нему, естественно, не делая перехай для того, чтобы толпа в него не заходила. Почему? Потому что толпа не хочет заходить, когда нет перехай. И многие блогеры, которые говорят, что, ребята, смотрите, XRP же не делал перехай, или там тот же самый Zcash, да, специально говорят, что, ребята, смотрите, Zcash не делал перехай, это же вообще скамина лютая там и так далее. Хотя на пике он там чуть ли не 30 тысяч долларов стоил, да, ну, при листинге, может, баг какой-то, не знаю. Но XRP, то есть, и Zcash тот же самый, видите, вот эти, типа, понижающиеся вершины, вот там все, это нет смысла заходить в эту монету. Но по факту, по факту, потом это очень люто может помпануть, и многие этого просто не ожидают, понимаете? То есть, но, опять же таки, досидит до этого единица людей, большинство, естественно, выйдут раньше времени, выйдут там по доллару, по полтора, два, там, три, четыре и так далее. То есть, будьте уверены, вот по три, четыре долларов все равно большинство выйдут, а потом, когда уже будет перехай, там, пять, десять долларов и так далее, не знаю, будет это в этом цикле, либо в следующем, либо вообще не будет. Это покажет время. Но самое забавное, действительно, большинство, даже сейчас, они все равно не верят, что XRP иногда даже показывают пампы, если бы это была скам монета, он бы не пулял бы там на два с половиной икса, он бы не делал там 12 иксов в двадцать первом году. В двадцатом, да, он бы не показывал, соответственно, какие-то отскоки там на, ну, полтора, там, два икса и так далее. Поэтому, ну, это все, бредятинополнейшее, что это скам, я думаю, я это все опроверг, да. Ну и получается скептическое отношение, естественно, шесть лет, то есть, семнадцатого года по текущий год, то есть, так оно и получается, что к нему создали скептическое отношение этим, ну и плюс судом, да, я думаю, понятно. Чтобы толпа не покупала, а киты все это время накапливали, что они и делали, и делают, и средняя цена закупки у них где-то тридцать центов. Как я могу это парфануть? Просто берем профиль объема и, соответственно, накладываем, смотрим. Вот у нас показывает где-то в районе тридцати центов, вот у нас средняя цена закупки, начиная с восемнадцатого года. Это совпадение, не думаю, как говорится, да, и даже если взять вот это отсюда, да, актуальную историю, то же самое, здесь выходит где-то там тридцать-сорок центов, то есть, сорок центов тоже вполне адекватная цена. Вот, ну и, конечно же, также это у нас великий суд, суд, да, рекламная компания, на которой уже затрачено там двести пятьдесят миллионов, насколько я помню. Вот, Ripple над, ну, сек над Ripple, да, который длится с декабря двадцатого года, который также создает скептическое отношение у неокрепших умов, которые верят в реальность суда и в реальность происходящего. Ни одной видеозаписи, ни одной фотографии с этого суда нету, но люди верят, при том, что, ну, об этом судья пишет максимум в Твиттере, да, и на сайте сек. Вот, я не лютый фанатик или Ripple, как я уже сказал, да, у меня пару процентов от депозита в XRP, не более того. Но он может дать смело пять десять иксов на буллране, то есть пять иксов с текущих, это где-то около, получается, трех баксов, десять иксов, это шесть долларов, это вполне адекватная цена даже с текущих на грядущем буллране в двадцать пятом году, я думаю, понятно. Вот, поэтому, то есть, что уже отличный профит, особенно если у вас накоплен хороший объем монет, ну, то есть, можно накопить хороший объем монет и за счет объема выехать, да, понятное дело. То есть, вы, может быть, не словили самое дно, но, скажем так, накопили хороший объем, который вы можете потом в дальнейшем реализовать, что мы и будем потом делать, кто, естественно, закупался вместе со мной, там, в закрытом клубе на ютубе и так далее. Ну, а я холдю свои XRP с двадцатого года и вообще не жалею, вот, поэтому в двадцать пятом году буду их продавать. Это одна из криптовалют в моем портфеле, а не половина, там, депозита или вся котлета в нем, как многие думают, да, ну, то есть, потому что, аж, типа, каждый день ролики снимают. Но, как я уже сказал, почему я снимаю ролики по XRP, потому что есть новости по нему какие-то, да, а новости, это что у нас? Это реклама, по сути. А реклама это что? Это деньги. А деньги откуда берутся? Деньги берутся от компании Ripple. А Ripple откуда их берет? Ну, я думаю, понятно, те люди, которые за ним стоят, вот. Поэтому и нужно понимать, что верит либо нет в XRP или в тему CBDC криптовалют, или вообще в CBDC вот эту вот цифровую валюту, цифру, либо нет, это выбор каждого, ребят, я ничего не навязываю, но вы посмотрите, что потом будет. Я вам информацию накинул, а решение принимает каждый сам. Вот и все. Ну и последний момент, что я дописал. Финальный аргумент, шестой, так как XRP не растет, по мнению людей, да, по мнению толпы уже 6 лет, то кто из людей холдит не то, что XRP, а любую другую монету, тот же биток, например, целых 6 лет. Ребята, я монеты холдю свои с середины 25-го года и буду холдить до пика булрана, это осень 25-го. То есть еще 2 года мне ждать и суммарно это выйдет 4,5 года, то есть если округлить почти 5 лет, 5 ебаных лет, я буду держать монеты, понимаете, которые я закупал в 25-м году, тоже там биток, эфир, там и многие другие альткоины, которые я даю в закрытом клубе, вот, и которые покажут ебейшие X, я считаю, и можно будет охерительно заработать. И самое минимальное к портфелю, что я жду, это 5-10x, и то это консервативная цель, как по мне, вот, но это уже отличный профит, то есть самое минимальное 2x к портфелю, к депозиту там капитала вы заберете, вот, ну и как бы пока что я рекомендую вам все-таки следовать своему плану, естественно, а не поддаваться эмоциям, как это делает большинство, потому что когда все падает, у них это скам, особенно когда XRP падает, да, они смеются, ну что там, увидели вы там свои 3 доллара, ну особенно мне смешно было, когда это в 22-м году, мало ли, и сейчас мелят, когда у нас была лютая медвежка, да, естественно, XRP это такой же альткоин, который следует за остальными альтами и за битком, да, и типа рофлить с этого, что вот медвежка, все альты падают, а чё ж XRP не растет, когда идет медвежий рынок, ну для меня это просто идиотизм, вот, ну и по сути, единица людей, там 1%, если не меньше, и крупный капитал в виде китов, фондов, ну действительно холдит XRP те же 6 лет, которые они накапливают и создали скептическое отношение тем же судом, и не делая перехай, вот, вот такая вот фигня, и по старичкам рынка, я считаю, все абсолютно аналогично, которые они делали перехай в 25-м году, специально, чтобы люди в них не верили, но киты-то их держат, в топе CoinMarketCap они находятся, не просто же так, если под облазкам, они действительно укатались бы и пропали бы из этого топа, как сделали многие вот эти щитки, которые тут были, да, они исчезли, но почему-то XRP не исчез за 10 лет, понимаете, как же так, вот, поэтому я считаю, что он будет расти, это вопрос времени, но толпа придет его покупать на хаях, скриньте, что называется, ну и давайте к новостям, и на этом закончим. Генеральный директор у нас Helios Labs спрашивает, почему XRP, когда она все еще существует, сообщество прямо сейчас объясняет, ну и по сути говорит, их обладатель действует как члены какого-то культа, типа секты, ну и говорит, что, почему ведущие сети Solana, ETH, Cosmos, Atom, Avalanche, Aptos, Phantom имеют хорошую репутацию в экосистеме, выделил особо Solana ETH, ну конечно, которая монета, вот особенно Solana на хаях, сейчас там по 70 долларов, почти самое время покупать, была на 8, то есть дала почти там, условно, 10 иксов, ну, конечно же, советуют ее, ничего удивительно, ну и типа технология стартапа, основанная на них, ну и естественно, он говорит, что, по сути, опровергнутые были сторонниками XRP, которые отметили платежные способности AppleNet, ну сейчас это Apple Payments, да, компания Apple, которая не зависит у нас от XRP Ledger, ну и по сути, говорится о том, что, соответственно, у нас капа на данном этапе, у нас 14 миллиардов 187 миллионов, многие недооценивают XRP, не верят в него, ну и хрен по ним, ребята, пускай не верят, главное, что мы холдим, и мы на этом заработаем, кстати, сейчас капа 33 практически миллиарда, многие недооценивают, многие считают, что типа, а какой смысл, тут же еще разлоки, ребята, на бычьем рынке эти разлоки вообще не будут иметь никакого значения, вообще ни малейшего, поэтому, как минимум, XRP не падает, и вот это вот дно, которое было там в 19-20 году, он все равно не обновлял, может ли он это сделать на понижении ставки, может, но по большому счету нужно иметь в виду, что самое интересное будет у нас в 24-25, когда пойдет у нас рост, и самые большие объемы у нас на бирже Coinbase, на бирже Binance, поэтому, ну и, в принципе, какая-то биржа OEX, не знаю, что это, МЭКС, кстати, у нас МЭКС, да, МЭКС, она называлась перед этим, поэтому, ребят, монета очень перспективная, и вот контракт Binance Smart Chain, я думаю, тоже неспроста, и Binance тоже ходит, оходит, по-моему, 5 миллиардов XRP, это примерно, ну, если я правильно набрал нули, то у нас где-то получается 31 практически миллион долларов, ну, получается раз, два, три, раз, два, три, это у нас 5 миллионов, ну, и 5 миллиардов, я так понимаю, это у нас 31 миллион, тоже неплохая сумма, китова, может быть, не слишком какая-то объемная, но тоже имеет свои перспективы, вот, по поводу остальных новостей, что у нас было, это, соответственно, у нас Google Bart, искусственный интеллект прогнозирует цену XRP, если биткоин достигнет 500 тысяч долларов, 500 тысяч долларов не будет на Буларане, будет потолок 150 тысяч, я за это говорю, ну, это, естественно, в Bloomberg у нас, ну, и, типа, будет стоить 3, 10, а то и более долларов, не знаю, почему так, но, по сути, он объявляет, что XRP достигнет, получается, сценарий 1, это умеренный 1,5-3 доллара, ну, это вполне реально, я думаю, так оно и будет, по Stellar, как видим, торгуется на текущем этапе 62 цента, вот, ну, и, типа, альтернатива в виде платежей, как Stellar, ну, это 2 CBDC криптрута, сильная с энергией, это, получается, 5-10 долларов, ну, это, если за битком, следует черный лебедь, цена превышает у нас 10 долларов, не знаю, какой черный лебедь, может быть, наоборот, белый лебедь, да, ну, и, по сути, если биткоин будет 500 тысяч, тогда XRP будет 10, но XRP может быть 10 и без битка по 500, поэтому альткоины всегда стреляют сильнее, кстати, тоже XRP дал XO намного больше, чем тот же FX битком в 17-м году, вот, по сути, у нас далее XRP подорожает 1,5 доллара, если курс биткоина достигнет 500 тысяч, ну, это мы тоже уже, в принципе, поняли, и, по сути, может победить, типа, конкурента Stellar, хотя это не конкурент, по сути, у нас тут же Stellar, кстати, делал перехай, если кто не знал, и по данной монете, как мы наблюдали, он был, да, ну, практически был, и многие про данную монету тоже забывают, почему-то не знаю, почему, ну, как бы, не знают вообще, что это, фойка и пла, и сейчас находится тоже на днище, даже сейчас это не ошибка купить, и те же там, я думаю, 5-10 иксов данная монета вполне покажет, поэтому тоже про нее не забывайте, это детище Джеда Маккалиба, который создавал биржу MT-GOX, но все равно нужно иметь в виду, что CBDC криптолюты, это будет будущий тренд в 24-м, 25-м году, вот, пользователи сталкиваются с проблемой вывода XRP на Uphold, но Uphold, это главный у нас холдер был, ну, и сейчас является XRP, и возникла какая-то техническая проблема, из-за которой пришлось в короткое время отложить вывод, и вскоре возобновим нормальный вывод внутри сети, ну, посмотрим, вот, потом Ripple отмечает роль XRP в возможностях рынка финансовых технологий в Африке, стоимостью 2,7 триллиона долларов, ну, и типа того, что вот у нас африканские континент, ну, как я говорил, и XRP, и компания Ripple расширяется, да, на Африку, и благодаря многообещающему росту финансовых технологий, Африка и цифровой банкинг предоставляет собой прекрасную возможность для финансового сектора, и получаются предполагаемые возможности 2,7 триллиона в нашем кратком рынке по быстрым платежам в Африке, то есть, ну, это не значит, что 3 триллиона вот эти пойдут там в XRP, либо в биткоин, нужно, естественно, понимать и адекватно ставить цели, но самое главное, что вы должны понимать то, что все зависит от бычьего рынка, когда он настанет, тогда XRP будет расти, ну, вот у нас, соответственно, и Ripple нацеливается на Африку, потом новый конкурент XRP, токен XAH, не знаю, что это, подрос там, получается, почти на 6 иксов, превзойдя оригинал, и это Layer 2, какой-то XAHO, компания XRP Logic взлетел на такие иксы, превзойдя своего предшественника и вызвав ажиотаж в сообществе, ну, по сути, мы понимаем, что данная криптовалюта, давайте глянем, где она вообще торгуется, вот XAHO на бирже Bit.ru, и, я так понимаю, был листинг, судя по всему, и тут был какой-то непонятный памп, может быть, вынос шартов, и, ну, как таковой ликвидности я наблюдаю, что нету по данному проекту, и надо понимать, что, ну, как бы, естественно, высокоисковые такие щитки, ну, как мы видим, 100 тысяч долларов тут объем, капа тут типа 73 миллиона, но по факту, как мы наблюдаем, болтался он на днище, стоил 11 центов, ну, дал те же там 6 иксов, естественно, нужно понимать, что данная криптовалюта торгуется на одной бирже, и, получается, объем тут типа 300 тысяч долларов суммарно, ну, как бы, это вообще ни о чем, на самом деле, хотя перед этим показалось, сколько там, 10 тысяч или сколько я назвал, вот, поэтому, как мы видим, цифры постоянно меняются, и такое себе его сейчас покупать. Потом у нас миллионы XRP отправлены на битстамп из-за скачка цен XRP, ну, это все херня, вот это, какой там скачок цен, типа 15 миллионов перевели, и движение цены от этого не произошло, то есть, может быть, какая-то смена рук на внебиржевых рынках. Потом приток у нас биткоина в XRP и других источников вырос до 2 миллиарда долларов в ходе крупнейшего обычного движения с 21 года. Ну, и типа, вот у нас там переводят XRP, эфир, биткоин, и, по сути, это 176 миллионов долларов за счет роста на прошлой неделе, и это типа того, что вот намечается уже bullrun, ну, и, как видим, вот у нас имеется также Solana, тут Litecoin, когда на трон, естественно, данные монеты, я считаю, тоже на локальных аях такое себе покупать. Генеральный директор Ripple рассказывает о Triumph 23 года, ну, и большие победы, конечно же, это у нас победа над сек, самые влиятельные фигуры в криптовалюте, и в нерейтинговый список 50 лавиатов вошли люди, которые к лучшему или к худшему оказали значительное влияние на отрасль. Ну, и топ-10, включая Гарбинхаус, оказали особо заметное влияние среди других фигур. Это у нас какой-то Керси Радар Мор и теория порядковых номеров, да, потом в биткоинах Дженни Джонсон за новаторское использование на Wall Street Bitcoin ETF. Получается генеральный директор Coinbase Байан Армстринг за то, что он остается самым большим оружием в горячем кресле. Лида Дауа за значительную долю в размещенных эфир и Паулу Ардуино тизер за диверсификацию инвестиций. Ну, не знаю, в чем там диверсификация. Ну, и генеральный директор отдает должное у нас сообществу XRP, и, по сути, признание последовало за его включением в список CoinDesk самых влиятельных людей в сфере цифровых активов и пространства Web 3.0 на 23 год вместе с сообществом. И этот год ознаменовался для Apple значительными юридическими победами и признаниями. Я думаю, понятно. Потом, соответственно, у нас аналитик говорит, что в следующие полгода XRP может подорожать там в 2,2 раза. Ну, и давайте посмотрим с текущих отметок, сколько это же будет. Ну, в 2,2 раза, я считаю, вряд ли он подорожает в ближайшее время. Ну, давайте посмотрим, где интересно, сколько же это у нас будет, ребята. В 2,2 раза это примерно у нас 120%, то есть это где-то 1,3-1,4 доллара. Я считаю, вряд ли это будет, поэтому не надо тут тоже рассчитывать. Как минимум, вот у нас дно, вот такой канал. И, кстати, помните, альты, многие сейчас такой же канал формируют, тот же Polkadot. Вот давайте ради интереса наведем фрактал. Я вам тут много бонусной инфы, кстати, даю, поэтому, надеюсь, зацените. И, соответственно, открываем Polkadot, соответственно, нажимаем. И вот здесь вот, смотрите, абсолютно аналогичная ситуация. То есть вот как велся XRP, я напоминаю, Polkadot, тот же CBDC. Ну, похожая ситуация, видите, тоже вот это днище, как мы наблюдаем, тоже вот этот вот канал нисходящий. Вот он нашел, если взять его так глобально. Вот то же самое, вот у нас шло. И после этого у нас, как мы наблюдаем, такой какой-то выход. Ну, и, в принципе, вот это формирование дна пришли к отметкам 20-го года. Поэтому здесь была аналогичная ситуация. XRP, кстати, ниже не пошел, как мы можем лицезреть. И после этого отрисовал дно в районе здесь 30 центов. И киты ниже цену впускать не захотели и накапливали здесь объем. Поэтому это еще раз, ну, в пользу и в копилку того, что у нас XRP не скам. И вот эти всплески объемов, естественно, и вот эти даже пампы мизерные на пару иксов. Это хоть и хороший профит, да, и, как говорится, XRP раз в год палка стреляет. Но по факту, по факту мы понимаем, что данная монета имеет огромный потенциал. И 5-10 иксов это самое минимальное, что она может показать. Поэтому, ну, это мое мнение. Опять же таки, можете быть не согласны. Ну, а там уже посмотрим, как оно будет в дальнейшем. Ну, и по факту, в принципе, вот эти вот отметки 120% он говорит, потому что у нас вот это вот накопление, поджатие. Ну, и, по сути, как мы можем наблюдать, у нас цена может достигнуть этой отметки. Удалось пробиться выше. И видим сегодня на те же там 85-120% на графике выше, если эта цена и коррекция реализуется. 5 долларов это результат прошлых расчетов. Но нужно осмотреться и найти старые графики. Если начнется супер-бычий цикл, предположить что-либо будет практически невозможно. Впереди нас ждет светлое будущее. Ожидайте, что вы увидите сверх того, о чем вы можете подумать или догадаться. Ну, как бы я, в принципе, согласен. По поводу XRP, стоит ли сейчас покупать. Тут дело каждого. Я не навязываю, что надо закрыть все котлеты. У меня в нем пару процентов от депозита. И основной объем я набирал, вроде, 30-40 центов. Я об этом уже неоднократно рассказывал. И, кстати, можно было докупить его здесь, в закрытом клубе. Я тоже давал по 50 центов. Не самая плохая цена. Если он будет стоить те же там 3 доллара, у вас будет 6 иксов. Поэтому, ребят, такие мысли, такие дела. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.